Здорово всем, это Шамшурин. Всем привет мужики, это Денчик, это Юра. Значит у нас для вас охренительное супер предложение для жителей Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Лент области. Ну или либо тех людей, которым не лень будет туда подъехать. 12 числа в субботу и 13 числа в воскресенье, октября я не проведу. Состоится грандиозное, два грандиозных мероприятия от моих лучших тренеров, от Денчика и от Юры. Это будут живые практические мастер-классы. То есть что это значит? Значит что вы приходите и занимаетесь практикой, это некий тест-драйв, где за символическую стоимость вы сможете попробовать свои силы, не просто попробовать за три часа этого мастер-класса в Москве, мастер-классы в Питере. Вы уже сможете познакомиться как минимум с десяти красивыми девушками, о которых вы раньше даже не могли мечтать, взять свои первые телефоны и наконец-то перестать быть просто теоретиками, мечтателями, планировщиками и так далее. Просто взять и начать получить практику. Ты наконец-то закончишь смотреть видео и перейдешь к активным действиям. Потому что, мужик, можно смотреть видео сколько угодно, приходи 12-го числа в субботу в Москве и 13-го числа в Питере на живой мастер-класс. И ты, мы вместе с тобой будем делать действия. Мы будем делать самые азы, то есть это подходить, будем учиться как правильно подходить, как правильно брать телефоны, как трогать, ну и конечно же получать качественную обратную связь. Вот. Значит, смотрите, у меня аж после качественной обратной связи в голове все понятно. Ну, это для питерцев особенно. Ребят, и там, и там только пять мест в Москве, только пять мест в Петербурге. Для того, чтобы записаться на это супер мероприятие, проверить свои яйца, то есть чего они сделаны, из какого материала, ссылочка здесь под видео. То есть вы оставляете свои контакты, вам перезванивают, записывают вас, и мы будем рады. Мои коллеги, в частности, Денис и Юра, сделают так, чтобы наконец-то в твоей жизни что-то поменялось, а не просто рассказывать тебе теорию. Все, пока. Питер, жду тебя 13-го числа. Москва, 12 октября. Пока. У нас такая какая-то, знаешь, передача, как эта. Сегодня в студии мы ебали ваших баб. Замечательный гость, его зовут Александр, он приехал из Брянска. Александр, как так получилось, что ты оказался в нашем тренинге? Что тебя побудило вообще сюда приехать в Москву? Расскажи про себя, сколько тебе лет, чем ты занимаешься? Давай сейчас представимся. Чувакам, что вообще происходит. Короче, мужики, у нас новый формат, мы, возможно, будем снимать его еще раньше. С вами, как всегда, Денчик, наш тренер Юрий, наш самый главный тренер Владимир и наш участник тренинга нового потока Октябрьского, Саня Александр, он приехал из Брянска. Мы сейчас все вместе, у нас сегодня, да, первый день тренинга, он стартует вечером, а мы сейчас решили просто поболтать, поговорить, узнать у Сани, как вообще дела в Брянске, как женщины и что он хочет получить от тренинга. В общем, сейчас будем об этом делать. Это как на Новый год, знаешь, когда 31 с утра некоторые люди уже начинают бухать, потому что, ну, сколько-то часов до Нового года, а что мне выпить? Тут то же самое, несколько часов осталось. Саня, так и нормально, сейчас просидишь интервью, побазарим, говоришь. Да, поэтому мы решили собраться и поговорить. А делаем мы это для того, чтобы вы, возможно, в каких-то ситуациях узнали себя, потому что у нас уже у троих, ну, взгляд в какой-то степени замылен. Мы не знаем, по большому счету, какие у вас потребности, ну, только самые основные, но круто было бы узнать, что вас реально волнует, и, собственно, Саня нам сейчас в этом поможет. Теперь хотим, Саня, у тебя услышать, кто, откуда, зачем, почему, сколько лет. Окей, окей. Как же я еще? Да нет, все. Давно ли пьешь? Зовут Саня, с города Брянска, мне 27 лет, что привело на тренинг. Но я… Чем занимаюсь сам? Занимаюсь работой, менеджером, продажем. Ну, ничего, обычная работа. Я играл в данную роль бойца. Да, чтобы продать. А стройматериалы? Стройматериалы в опт. Ну, то есть там ничего такого сверхъестественного. А женщины есть в Брянске? Есть. Интересно, а что ты делаешь сверхъестественное? Ну, я просто строюматериалы, да, вот это все. Да, да. Ну, зарплата не московская. Да, цены не московские, мне кажется. Вот, кстати, уже, уже такая заметочка, потому что очень многие парни, когда представляются, мы сейчас будем, в принципе, то же самое узнавать у всех остальных участников тренинга, они такие, да, я на всего лишь, что бизнесом строительным занимают. Ну, у меня зарплата-то не московские, да, цены офигенно. Стройка, мне кажется, это одна из самых сложных сфер, одна из самых ответственных, и поэтому... Нет, нет, раньше, честно скажу, прям получше было сейчас покупательская способность вообще хреновая. Нет, смотрите, сами скромничать, я предполагаю, я сейчас искажениями чтения мыслей занимаюсь, вот, и... Потому что не у всех есть опыт работы на камеру, мы тоже сначала тренировались на, там, вставили картофель, ну, короче, пытались с ней разговаривать. С ней получалось? Через полтора года, да. Сейчас не очень. Нам пришло осознание, что уже можно переходить на фотоаппарат. Вот, но вообще, когда тренинг начинается, и, Саня, вот ты сегодня это увидишь, потому что ты не любил их участник, когда мы начинаем людей спрашивать, представьтесь, кто вы, что вы, большинство из них, то есть там сразу видно уже, в принципе, как у человека более-менее дальше пойдет, потому что кто-то, редкие персонажи встают, он говорит, я там самый охуенный слесарь, там, такого-то разряда, я делаю то-то круто-круто, то есть я такой секой, ну, то есть люди прям себя так позиционируют, что уже хочется у них сосать, а я сказал сосать. Ну, если хочется, не держи в себе, да, как говорил. Я тут не совсем вовсе с тобой согласен, что именно по первому представлению парней сразу видно, как у них будет все в тренинге, потому что часто такое бывает, что мужик скромничает, но потом мы ему помогаем, он сам раскрывается абсолютно эффективно. А бывают парни, которые вначале как-то ярко себя проявляют, а потом без каких-то своих страхов, возможно, даже это яркое проявление, это как раз проявление страха. Ну, согласен, опять я плоско мыслю, на самом деле, такое бывает, то есть в чем фишка, что первое время на тренинге, я видел, как Юра значительно кивнул, я причем, Юра, понимаю, что первое время, как только он начинает что-то делать, да, у него бывает такое, что он скромничает. Это черта большинства русских мужиков, мне кажется, да, и в этом ничего плохого нету, просто такая особенность, но, с другой стороны, с девушками надо все-таки убирать. К сожалению, скромность здесь, она такая, скажем, на каком-то этапе ее надо помечать. Сами, ты что приехал-то сюда? Самый главный, важный вопрос. Ты что приехал-то, почему решил, что тебе надо? Ты вообще давно канал смотришь? Да, давно, я у Вовы проходил тренинг, наверное, году в 2013-м еще, онлайн-тренинг. Это было очень-очень давно, еще Слава, там, был твоим помощником. Слава КПСС. Не, был мне такой Слава, малокрее, прикидил тренинг-мелец, футболисты, но не футболисты, короче. Вот, и прошел тренинг, и потом активно изнакомился, и там, ребят подтянул эту тему, и вообще все было классно. Потом у меня были вот такие девчонки, сколько, года 3-4 мы с ней встречались, расстались полгода назад. Сейчас сам, ну, как пытаюсь, сам все это делал, но я понимаю, что есть пробелы, и там, результат не тот, который хотел. То есть ты сейчас на улице подходишь периодически, что-то хочешь делать? Ну, конечно. Да, берешь телефоны, и на чем все заканчивается? Ну, опять же, не всегда там телефоны, там, те девчонки, которые нравятся, там, не все телефоны. Ну, смотри, вот ты, в принципе, вот видишь телку, которая тебе нравится, ты сразу же подходишь, просто ничего не получается. Или ты еще там что-то гоняешь, или там не ко всем подходишь? Не, 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 конечно, там, первое, это что не ко всем подхожу, там, настраиваю себя, но не всегда получается. Там, второй момент, что там, если телефоны есть, то не все вызваниваются. Третий момент, что там, те телефоны, которые есть, там, не так и хочется. Слушай, как, вообще, как телефоны берешь, у тебя есть какая-то там схема, программа, или ты просто туда заходишь в район этой телки, и начинаешь там молотить все, что приходит в голову, а там уж, как говорится, как карта ляжет. Или у тебя там что-то простроена, какая-то мысль, что ты будешь делать, может, у тебя какие-то фишечки есть, подготовлены, раз там онлайн смотрел. На самом деле, у всех же парней, наверное, даже, которые не в теме пикапа, у них все равно какие-то там фишечки, фишечки есть, да, типа, как вы, ну, понимаете? Я понял, да, каких-то фишечек нету, там, ну, то, что там на видео Вова делает, да и так, что он тогда по Казбу рассказывал, там, подошел. Ну, привет, классно выглядишь, ну, и там уже пошла коммуникация. Ну, то есть, после того, как ты говоришь, привет, классно выглядишь, ты дальше, ну, не понимаешь, да, как бы, о чем ты будешь говорить, то есть, просто что-то там идешь, несешь то, что приходит из головы. Ну, может, и так сказать. Что хочется, вот ты приехал, как бы, ты приехал с какими-то ожиданиями, наверное, или уже, может, без ожидания, не знаю, что бы хотелось на выходе, допустим, представь, что тренинг закончился, ну, и ты начал как-то развиваться, то есть, что это, как это выглядит, то есть, куда ты хочешь прийти. Какой результат, да? Ну, результат, это такая хрень, как бы, так сказать, она конечная, а тут же ты же дальше это с собой в жизнь понесешь. Ну, конечно. То есть, какой навык, наверное, даже, или какой-то, какой уровень общения, какой уровень жизни, то есть, как, качество общения? Ну, первое, что это, конечно, там, победить какие-то свои страхи, правильные установки, потому что, я думаю, что у меня там сейчас вообще в голове там все не так. Это инструменты, Саня, как будет выглядеть твоя жизнь, когда все будет зашивись, когда ты всех победишь, там. Как будет выглядеть моя жизнь. Ну, как ты знаешь, более приближенную к реальностью. Ну, что ты хочешь, вот, пофараться, да, ты хочешь сказать? Трофаться, я опять сказал. Не пстись. Не пстись. Я же июсь, не знаю. Не, основная цель, основная цель, это найти ту, свою единственную девушку, там, построить семью и, но чтобы к этому прийти, то есть, надо пройти много девчонок, выбрать, чтобы прийти к этому, надо знакомиться, подходить. И вот сейчас вот на этом этапе. То есть, какая-то легкость в знакомствах. Ну, конечно, да. Чтобы ты уже прям смог не думать о страхе, а думать о том, из тех женщин, к которым я сегодня подошел, кто-нибудь вообще годится к тому, чтобы дальше продолжить общение. Да, да, чтобы это не было там подвигом каким-то, что, ой, я подошел, какой я молодец, там. Чтобы это было как в режиме такого лайфстайла, то есть, вот, увидел, подошел. И вот, если ты еще не читал, наверное, в последнюю книжку, там, про суслика писал, примерно, ну, про страхи и про суслика, что суслику там повезло, потому что у него нет в голове вот этих вот моментов, типа, когда он уйдет к самочке, он не думает, так, блядь, а у меня хватит желудей, там, не знаю, на нее. Ну, вот, вот, 300 страниц про суслика и 2 пропитка. А что скажут остальные суслики? Да, потому что там, ну, как сказать, все просто, понравилось, он пошел. Здесь в этом плане надо стать каким-то сусликом, наверное. Кстати, парни, кто уже начал читать книжку Вовину новую, напишите в комментариях, какая глава вам зашла больше всего, какая там инсайты, может быть, или какая больше тронула. В комментариях написали быстренько. Такое ощущение, что он хочет какую-то музыку фоном включить или что-то, я не знаю, какой-то, там, чтобы кто-то дрели ухуяли, там, я не знаю, потому что тишина. Мы как в больнице перед операцией. Да, консилиум, либо, знаешь, собеседование, я, короче, чувствую, как я пришел на собеседование, и тут сидят эти, блядь, директора, я думаю, так, блядь, что сказать-то. Мне, кстати, понравилось фраза. Какие у вас качества хорошие? Фраза Санина, ну, какая у него цель, и у нас процентов 95, наверное, мужиков говорят примерно то же самое, что хотят все-таки семью, там, одну единственную. Вот мне сейчас очень было бы интересно спросить, там, у нескольких женщин, как они относятся к пикапу, потому что есть все-таки какой-то стереотип, типа, пикапа, потрахаться. Как его так засрали, пиздец, я давно не видел. Пикапа, потрахаться, там, еще, ну, я сейчас все-таки прожат, какие у них есть, типа, да, по поводу пикапа. А тут мужики у нас реально, каждый первый говорит, что, блин, хочет вот одну единственную семью. И это, ну, круто, мне кажется. Я согласен. Расскажи про свой самый первый опыт знакомств, каких-то отношений, еще до того, как ты начал вникать в тему пикапа, там, до того, как ты начал смотреть канал. Мне интересно, как мужики думают, как можно, типа, познакомиться с девчонкой, какая у тебя схема до того, как ты узнаешь о пикапе. А как вот друганы твои, да, ознакомятся? Ну, ты, ну, что они не знакомятся. У меня вообще проблема с окружением, потому что они бухают и не знакомятся. И когда я говорю ребятам, ну, честно, мне просто одному, ну, не всегда, вот, как это, есть смелость, да, вот, пойти, ну, как-то вот, стрёмненько, там, да. А когда ты с кем ты идешь, хотя бы с другом, уже как-то повеселее. Я когда звоню, там, всем, ну, пойти погулять, нахуй надо. Да, мы там, ну, то есть еще никого не вытянешь, понимаешь? То есть все такие же, там, уже взрослые, там, мужики, которым надо, там, себя. Да нет, вообще, на самом деле, забегая вперед, это не очень хорошая тема, я считаю, ну, вот, постоянно искать какую-то поддержку, чтобы с тобой кто-то ходил. Там, на первых порах есть смысл, да, чтобы тебя там поддержали, но потом в будущем, ну, как бы, у тебя разовьется привычка, что тебе постоянно поддержки, раз ты никого там не видишь, ну, не чувствуешь, что кто-то стоит за спиной, поэтому, ну, то есть, а когда вы пойдете там трахаться с этой тёлкой, ты тоже будешь кому-то звонить друзьям, да, как бы, ну, вот. А там нет, понимаешь, там, как бы, я один, знаешь, какая семья, блин. Саша, извини. Ты, конечно, Саня, спасибо, что всё было. Ну, да, да, да. К чему, что это же реально отмазка для очень многих, то есть, потому что многие думают, что во всём виноваты мои друзья, потому что они овощи, поэтому я вот сейчас и ничего не делаю, то есть, это же очень неудобно на кого-то свалить, типа, друзья, овощи. Да, если бы был друган, который вместе со мной, мы бы вместе там, но другана нет. А ещё момент, скажи, вот, ну, коль скоро ты уже сюда приехал, а ты сейчас, вот, в данный момент, как вообще ты добывался без секса, ну, там, допустим, за последний год? Нет, я имею в виду, это бывает палочкой, тренинг, палочки тоже иногда помогают. Каким образом у тебя за последний, там, год, какое количество было секса, сколько раз и откуда он вообще появился? То есть, ты подходить не подходишь, ну, там, у тебя ничем подходить не заканчивается, то, ну, каким образом? Не ждал, Саня, таких вопросов. Не, ну, он так сказал, не, я подхожу, попрошу Светонкина, насчёт секса, ну, полукавить не буду, что не так много в моей жизни. Хорошо. Есть секс там с бывшей девчонкой, но это, как бы, это вообще отделение. Кроме бывшей девчонки, как, ну, где ты берёшь её? За последний год сколько было у тебя с Саити? Ну, если бывшей девчонки не касать, то, ну, даже не считал, я даже не думаю. Ну, короче, смотрите, вопрос неудобный, понятно, что в смысле неудобный, а как, пускай каждый себе сам ответить на этот вопрос, и может, тогда ему будет легче. Сейчас прям, да, ремарка, то есть, ребята, мы эти вопросы задаём для того, чтобы в конце, как бы, ну, дать Сане какой-то результат, ну, потому что он находится здесь, у нас на тренинге уже фактически, вы пока на нём не находитесь, может, вообще не будете находить. Но я вам рекомендую эти же вопросы задавать самому себе, и надо отдать должное Саньку, то, что, в принципе, на эти вопросы 99% из вас, они откажутся отвечать, или они будут сидеть и говорить, что, ну, я вчера там выебал миссу, ну, там, криворожий, что-то не помню ещё, помню его подруги, а на самом деле это была там правая или левая рука. Поэтому то, что Санёк не говорит конкретных цифр, ну, как бы, ну, говорит тебе мало. Не, хорошо, допустим, вот, ну, предположим, там, 3-4, как бы, ну, то есть, я, допустим, когда у меня был там редкий секс, естественно, что я, ну, не мог запутаться, это 4 было или 5 раз, но, коль скоро ты уж опять не хочешь говорить, откуда хотя бы они брались, вот эти? Ну, это... Вот твоя девушка, у тебя же была девушка, с ней как ты познакомился? Ты на женном зале. А эти, которые вот за последний год были, там, допустим, там, две последних? Один был, это... Ну, так же, на... Одна, это... Не, ну, мы недавно были в Европе с Денчиком, мы через раз увидели. Там всякое бывает, поэтому я переспрашиваю. Вот ты чего рвёшься, Сергей Робот, это последний год. Ну, это знакомство... Вот там, когда Вова сказал, видел всякое, я из этого видел процентов 5. Ну, это тоже интересно, да, я не был, не до саня. Он закрывал глаза, потому что ты ещё молодой. В тренажерном зале, когда подошёл, что ты ей сказал? Привет, классно выглядишь. Мы в кино идём. Я, Саня. Всё. То есть мы ставлю идём в кино, я саня. Не-не, ну, там у нас компашка была. А, типа мы идём и погнали с ним, да, да, да. Иначе говорить. Окей, пойдём. Ты, кто там, Брэд, не Брэдпи, так кто? Талли Удерр, да, поэтому пойдём, короче. Расскажи, как ты вдёргиваешь вот этих вот тёлок, которых, ну, кроме спортзальной своей бывшей тёлки, а как остальные появились? Это реальная история, да. Ну, реальная история, ну, были знакомства на улице, но я не могу сказать, что прям такие классные девчонки были. Не, вопрос не в этом. Они, вот ты вытаскивал их на секс, да? Да. Ну, ты так говоришь, вытаскиваем знакомства на улице. Я тебе спросил вопрос, каким образом у тебя появился секс. Это проститутки, это из интернета, это подходы на улицах. Просто я хочу понять, откуда ты берёшь... Нет, я категорично там против вообще интернет-знакомства. У меня нет там контакта, там, инстаграм, на этом вообще фотографии не выкладываю. Почему? Ну, я не считаю, что у меня жизнь прям такая интересная, что можно было бы что-нибудь интересное выкладывать. Ну, есть, конечно. А если тебе сказали, что, ну, то есть, вот есть много людей, там сидят, допустим, в Тиндере, и там легче всего, в принципе, почему бы тебе не облегчить жизнь, там, не выложить фотографию свою и... Ну, я понял. Да там всё, я не знаю, там, ну, как мне надо увидеть, пообщаться, как, ну, не знаю, наверное, хоть старые закалки, я не могу вот так вот там что-то писать. Ну, там Тиндер не спасёт то, что даже приезжая в Самару... Нет, я хочу пытаться понять, почему как бы там 90%-то из нас всегда сидели там или сидят на сайтах, и по каким причинам он не сидит, может он что-то боится, или он там, ну, как бы... Наоборот, для многих-то это облегчение, что да, надо как бы не встречаться. Я хочу понять, не надо его раскрутить, что у него там в голове, ему же надо будет помочь в последующем. Мы же так и работаем в тренинге, мы работаем с человеком, там, задаём неудобные вопросы для того, чтобы вывести его на чистую воду и понять, где у него болеть на самом деле, потому что, как бы, как помощь-то потом оказывать. Ну, как бы, мне просто немножко странно, почему он не заходит на сайт и там не знакомится, хотя мы, в принципе, это не особо рекомендуем, но вот всё-таки, ну, то есть, можно же написать там чел. Я понял тебя. Не, потому что такого научил. Ну, когда ещё тогда первый тренинг я проходил, у меня очень... Не, тогда, вот, я помню, он даже говорил, что, ну, интернет интернетом, но вот живые знакомства... Ну, при этом, если ты активно знакомился вживую, то есть, видишь, вживую не так, так сказать, не так устраивает. Если бы мне такое сказали, ну, я понял, что вживую мне тяжело, я всё равно бы всех наебал, как бы, вернулся к интернету, потому что, ну, это до кого-то спасение единственное, с очень большой, с очень большими побочными эффектами, да, там, в виде реальность ожидания. Ну, да, да, да. Ну, он, знаешь, он может стать как в помощь, там, да, как дополнительный, но не основной. Ну, что тебе мешает самостоятельно сейчас прийти оттуда, вот где ты сейчас находишься, туда, куда ты хочешь прийти? То есть, ты приехал к нам за помощью, почему ты не смог сделать это самостоятельно? Что тебе мешает? Тем более, когда есть уже позитивный опыт, когда ты подошёл в зале, познакомился с девчонкой, начались отношения. Почему нельзя просто повторить? Да нет, можно повторить, но, во-первых, что, если в плане знакомства, это нет обратной связи, то есть, я сам понимаю, что, там, где-то я, видимо, может, там, как-то не очень удачно подхожу, может, там, что-то не так говорю, там, то есть, нет обратной связи, нет некому, ну, подсказать. Ну, и много, там, каких-то вопросов в плане именно отношений, когда вы уже общаетесь, парень, девушка, то есть. А какие были вопросы в отношениях, что там, что в итоге не устроило, почему расстались? Нет, подожди, сейчас какая-то херня, короче, то есть, ты говоришь, я хочу легко подходить, знакомиться, там, чтобы выбрать ту самую. Я говорю, а что тебе мешает самостоятельно легко подходить, знакомиться, чтобы выбрать ту самую? Подожди пока про отношения. Да, не без дата знакомиться, как, в принципе, почему ты сам не делаешь, да, или почему ты приехал туда, что тебе мешает, почему ты к нам обратилась? Нет обратной связи, то есть, и поэтому ты там не подходишь. То есть, если здесь будет обратная связь, ты будешь подходить. Ну, да что, что, ну, конечно, это страх, что там боишься? Да, наверное, как и все, что откажут, что увидят, то есть, когда-то получается там перебарывать себя, там, ну, когда-то не получается, то есть. А внутренний диалог с собой, да, они всегда помогают, что ты же разговариваешь с собой, чтобы, типа, ну, не откажут, и что там, типа, они увидят, и что? Там, ну, иногда, иногда как-то получается себя победить, так иногда не получается, то есть, ну, вот. Внутренний диалог вначале, он должен, наоборот, наверное, помогает не подойти. Ну, да, 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 я такой, типа, да, у меня там… Ну, короче, вы там сами себе тоже задавайте этот вопрос, ребят, что вам мешает, потому что, ну, чем раньше вы себе признаетесь в том, что на самом деле вам мешает, тем раньше вы с этим что-то сделаете, неважно, там, к нам приедете или сами что-то будете делать. Потому что большинству из них, наверное, сейчас ничего не мешают, да мне просто неохота, блядь. Или там, не знаю, нет времени. Я сам могу, я просто случайно зацепил. Мне просто это не надо, короче, то есть, да. Скорее всего, им это мешает. Еще кому-то мешает то, что у них, это, что там, Skoda Octavia, блядь, а не Mercedes S-класса. А еще кто-то низкого роста, и у кого-то еще залысины, не знаю, что там. У кого-то еще борода какая-то, какая-то… Души торчат. Да, уши торчат. Кто-то вообще… Кто-то рыжий, лысый, маленький, еще маленький. Да. Ну что ж, смотри. Пришлось чуть подольше поработать просто. А если сейчас вот по 10-бальной шкале, ты, насколько от 1 до 10 тебе важно решить этот вопрос? 10 баллов. Почему? Ну, потому что мне уже 27 лет, у меня нет постоянных отношений, нет девушки, нет регулярного секса, дающего счастья какого-то в жизни нет. То есть ты готов на все, чтобы это все произошло, да? Ну вообще даже… Даже если мы тебя голым там сейчас заставим бежать по Красной площади, с гарантией того, что у тебя все будет получаться, ты побежишь. Ну прям голым, это уже какой-то тренд. Я тебе спросил, ты готов на все или ты не готов на все? Это как бы… Но никто не говорит, что ты будешь бегать голым. Я тебе просто спросил, насколько ты готов, ну, как бы участвовать в тренинге. Сейчас как в самом слабом звено такое шоу было. Музыка. Ну, смотри, по 10 баллов. Мы почему спрашиваем, потому что нам с тобой работать. И, ну, Юра на собеседуя эти вопросы задает. То есть если человек говорит, ну, там баллов на 5, то есть для нас это понимание, насколько он готов вкладываться в тренинг. Потому что здесь половина результата, как минимум, она зависит от тебя. Конечно. Мы тебя не вставим, да? То есть мы тебе даем информацию, мы тебе максимально помогаем ее внедрить. Но если там, зайдя за ул, ты там, не знаю, сядешь в кафе и будешь пить чай, и оно не делает то, что тебе говорят, то опять ничего не изменится. Юра поэтому и спрашивает, на что ты готов. Потому что большинство, ну, не большинство, а какая-то часть, доля звонящих, они, ну, как бы, звонят и говорят, что, ой, что-то там надо, что ли, бегать будет. Ну, как бы, люди не хотят работать, они даже, в принципе, есть, кто хочет заплатить денег, но они при этом не хотят работать, в принципе, мы и так там платим вам, почему мы там что-то должны еще делать. Есть там какие-то тренинги, где... Там проститутки тогда, если ее атаковы веки. Там хотя бы прикинь, они здесь челательства, потому что они будут просто хитрить. И, ну, вот, как получается в итоге, что человек звонит и, блядь, говорит, а что, я все равно вам плачу бабки. Я там был когда-то на тренинге, мы там вот пили чай с бутербродами в перерывах, потом там что-то тренера рисовал, мы так все угорали, так все хохотали. Вообще классно провели время. У вас это так будет? Да, ну, как бы, просто люди немножко по-другому воспринимают тренинг, им, ну, опять же, это часть людей, не все, да, как бы, им кажется, что вот они будут тут, как бы, ну, чем-то таким заниматься. Короче, Саня, я тебе скажу, коже, здесь будет, ну, некомфортно, просто для кого-то это пройдет более гладко, там есть люди, которые, ну, в зависимости от стрессоустойчивости самого человека, да, например, я нихуя не стрессоустойчивый, я все время над этим работаю, ну, где-то я продвинулся. То есть, если даже для тебя это, там, слишком дискомфортно, это отличный повод прокачать стрессоустойчивость. Как ни странно, стрессоустойчивость один из ключевых навыков в наше время, живя в России, да, и его можно прокачать через общение с женщиной, потому что, ну, это же пиздец какой стресс для них, там, спина все вспотела, тебя трясет, ты идешь, делаешь какую-то херню, и как побочный эффект, ты станешь и стрессоустойчивым, ты станешь, ну, ты получишь навык общения с женщиной, то есть, ты будешь какую-то легкость, какое-то состояние. Ну, плюс по поводу заданий, многие парни тоже очень часто не понимают, зачем нужно то или иное задание, и им, в принципе, и не нужно это понимать, им нужно сначала сделать, и потом они увидят результат. Рассказываем, мы тебе будем все рассказывать, чтобы тебе было, для некоторых так работает, сейчас, Юрий, я тебе даю, прям, секунду, то, что, когда человеку объяснишь, как устроена вся херня, он такой, блядь, тогда надо, то есть, и у него как-то, ну, воля хватает на тренинге, кстати, вот именно такая ситуация была, что мне надо было прям понимать, но сейчас, уже когда я тренер, я понимаю, что, ну, чаще вам даже не нужно это знать, нужно просто сделать. Там что-то Юра все рвется сказать. Да почему я рвусь? Ты уже не рвешь? Ну, я, мне интересно, что ты... Не, а я просто хотел добавить, что, ну, вот, там, как бы, страшная история про то, что нужно делать задания, так или иначе, задания все равно сделаны в такой, как бы, форме какой-то игры, и они сделаны не просто там, пойди сделай. Ну, да, это все интересно, закручено, там, как бы, у нас каждый день что-то новое, и каждый день наслаиваются на следующие, поэтому, когда там чуваки говорят, я не могу там приехать 4 дня, мне нужны там только выходные, а можно я там этот день пропущу, то, как бы, в этом, ну, не всегда есть смысл, потому что тут, как бы, мы как строим некий дом, там, фундамент, там, первый, там, второй этаж, и приехать, там, на третий день. Ну, бывает такое, что приезжают ребята и говорят, что я там уже, как бы, в теме и что-то там уже делал, поэтому мы можем вам, в принципе, давать задания не как, вот, допустим, в общей группе, а что-то там более продвинутое. В принципе, в эти же, там, 4 дня тренинга ты, если ты уже, там, ходил в поля и что-то делал сам, то тебе, там, ну, как бы, иногда не обязательно, там, раздавать привет, и ты можешь подойти к тренерам лично и сказать, что, ребята, я в теме, давно мы тебя проверим и дадим тебе что-то там. В эти же, в эти же деньги, в это же время ты просто получишь что-то более, поэтому, с тренинга каждый может унести, как говорится, по своим силам, то есть, не обязательно там. А что будет, если, Саня, ну, так ты, в общем, готов на 10 баллов выложиться? Да, конечно. Что дадим, то дадим. Что будет, если сейчас оставить все как есть? Может, ну, его нахер. Я думал об этом. Я думал об этом. Я думал об этом, причем, 2 секунды назад, блядь. Да, он подумал, как после того, что надо будет бегать голым, он говорит, блядь, я уже подумал об этом. Нет, просто звонят иногда, бывает, что что там надо будет, ну, рассказываешь, что на тренинге ребят будут, как бы, ну, как бы, некие задания, там, когда звонит, особенно дядька, там, 45 лет, он такой вот, я там, директор, и я сразу ему задаю, как бы, вопрос, а ты готов вообще, там, бегать в полях и делать, там, разные задания, подходить к телкам, и не просто там с ними знакомиться, а еще там, допустим, ну, как бы, сделать какую-то критику в ее адрес. Ну, тут иногда не все на это соглашаются, и мы сразу говорим, что, может быть, нам, ну, вам, нам лучше не встречаться или как-то там правильно, потому что мы в этом случае, если вы не будете делать задания, мы, к сожалению, вам тогда не можем дать гарантию, что мы вас обучим, и у вас все будет хорошо. Нам важно, чтобы вы пришли и были готовы на все, тогда, как бы, у нас только совместно все получится. Я вот об этом хотел сказать. Что будет, Саня? Да там прям, я почему говорю, что я думал, там, прям, такую длинную цепочку себе выстроил. Ну, во-первых, ничего не поменяется. Ничего не поменяется в жизни. Ты сейчас что-то жрать нечего, надеть нечего, у тебя майка прикольная. Спасибо. Ну, как бы, нормально же все. Ну, как? Здесь чехи. Здесь там xxx.com. Может, в спортзале, да, какая-нибудь девчонка попадет, когда еще раз ходит. Ну, может, попадется. Ну, расскажи. Может, на тюре попадется. Реально, байка. Разложил прям на практике, но что реально будет? Ну, как я себе выстроил, что, там, я не буду, там, я забью на это, я вообще забью на эту тему. Там, буду сидеть дома, там, ну, не буду в этом плане развиваться. Может быть, будки девчонки, может, не будет. Ну, допустим, они будут. Эта девушка явно будет, там, ну, она как-то, она появится, и я на нее соглашусь. То есть, я ее не выберу. Увенная королева просто выйдет из бенда и скажет, иди сюда. Ну, как некоторые думают, там до сих пор неудивительно, но есть взрослые люди, которые так думают. Ну, так он был. Что они, они сидят и ждут случая, говорят. Ну, я понял. Есть такая фраза, как-то, я не помню, как она точно звучит. Типа, та самая, если это судьба, то мы точно встретимся, как-то так. Ну, не, это вообще бред. Как бы судьба, как судьба получится, если там сидишь дома, никуда не уходишь, и ничего не делаешь. Как бы судьба получится выходить, он на бабочки. К коллекторик тебе придет. Ти-ди-ди, отзыв она. Вот, и эта женщина, она будет именно, ну, просто она вот появилась, это не та, там, кого я хотел. Да, может, она легко должна прийти. Это, кстати, еще одна хрень, которую сейчас можно долго рассказать. Она сейчас их успокоит, правда. Бывает такое, реально, что вот чувак первый раз потрахался, там, и женщина тоже. То есть, они друг у друга первые. Я не знаю, их как-то познакомили в компании. У меня даже такие есть. Бывает, бывает. Они забавные, ее зовут, ну, короче. В общем, у нее татарское имя, а у нее немецкая фамилия. И когда она вышла за него замуж, такое получилось, что у нее такой, ну, все она там... Гульчихра, она восточная. Гульчихра Шнайдер. Да, типа Гульчихра Шнайдер, короче. Когда приходит куда-то, там, не знаю. Ваши им фамилии, там, Гульчихра Шнайдберг какой-нибудь. Шницель. Вот, и я к чему, что иногда бывает легко, муж, у тебя тоже легко будет. Такое бывает, Саня, реально. Они, блядь, лет 11 уже живут. Ну, может быть. Ну, может быть. Но я что-то в это не верю. Я считаю, как бы ты сам должен все это делать. Особенно вот в этом направлении. Просто у некоторых есть установка, что жизнь, там, боль, там, типа, все надо через преодоление. Ну, я в том числе не скляну, подвержен этой херне. Я ее там, подлечил сильно. Вот. И, опреки, бывает легко. Ну, дай бог, что так получилось. А у тебя что, так не получится, что ли? Ну, может, и получится. А, может, не получится. Ну, знаешь, даже если и получится, все равно будет мысль такая, вот как у нас на прошлом тренинге приходил парень, у которого уже должна быть свадьба буквально вот на днях. Но он, мы у него спрашивали, собственно, ты на хрена вообще пришел? Причем, по его рассказам, там, просто шикарная, замечательная девушка. И он мне говорит, если бы я сейчас женился без этого тренинга, мне бы всю жизнь потом мучила эта мысль, а что бы, если бы я попробовал, а все-таки я этого заслужил или не заслужил, это бы все-таки я, типа, ну, решил или это случай решил за меня. Даже если повезет и будет так вот все просто, легко, все равно может быть такая мысль, поэтому очень круто попробовать, попрактиковать и потом понять уже. Тут, знаешь, да, еще какая есть тема, вот у меня, допустим, Паша, индивидуальщик, который занимался и который уже после занятий нашел себе девушку, да, с которой он сейчас там встречается. А, я еще раз там был. Да, 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 собирается жениться на ней, будучи, когда он уже начал с ней встречаться, он еще все равно пришел и говорит, там, я хочу еще там позаниматься, я говорю, в смысле у тебя уже все жизнь налаживается. Он сказал, что вот именно та позиция сверху, да, которую мы там прокачиваем, которая красной нитью там идет, да, вот, философской сквозь весь тренинг, да, проходит и он говорит, я понимаю, что она как бы успешная, сильная и мне хотелось бы еще побольше, вот, ну, понимаешь, как бы кому-то надо до, а кому-то, в принципе, и после тоже, ну, важно. Кому-то, я думаю, всем, да, вот, это моя фраза, я говорил как раз до знакомства, да, еще познакомиться, и встретить эту девушку можно, тут еще вопрос большой, как ты дальше будешь строить отношения. Расскажи нам про опыт мужиков, которые не в пикапе, ты их, мне кажется, все-таки больше знаешь, это, возможно, твои друзья, либо просто какое-то твое окружение, как мужики, сука, добывают себе секс, когда они не владеют вот этими навыками, как бы к ним приходить, случается. Да и у самого было. Ну, это, как бы еще был давно, ну, там, вот это вот, долгий какой-то момент ухаживания, ты там, как ты сейчас думаешь, как ты тогда думал, как ты сейчас думаешь, сколько надо, я сейчас вообще такое слово не употребляю, махера, уже несколько лет ухаживания, это какая-то хрень, мне кажется, это надо делать от первого момента знакомства, ну, какие-то там приятные вещи друг к другу, да, до самого последнего дня вашей жизни. А у многих есть такой, да, вот конфетно-букетный период, потом, типа, невеста там, жених и невеста, потом свадьба и потом безвеста там семья. Ну, это какая-то странная модель, но я понимаю, что многие люди по ней живут, да. Да, не многие. Сколько надо ухаживать за телочкой, чтобы она тебе дала, ну-ка, нам рассказывать. Я уже так особо не помню, это было давно, но я помню, что этот долгий процесс вот ухаживания, ты там, что-то вот ухаживаешь, что-то как пытаешься там удивить. Мы сейчас, смотрите, парни, давайте вам точно такой же вопрос задам, только мы абстрагируемся от тех девушек, которые вы сейчас думаете, что есть, вот, типа, легко доступные девушки, да, с которыми можно, там, в первый день, на первое свидание, да, заняться сексом. Вот у вас есть девушка обычная, которая вам нравится, как вы думаете, сколько за ней надо ухаживать, чтобы там добиться ее секса, там, или отношений? Рассказывайте в комментариях, пожалуйста. Как вы реально думаете сейчас? Мне кажется, на тот момент я, наверное, думал, что там, типа, месяц-два вы там гуляете, как-то, бюрочики. Ты так ставишь вопрос, что так, ну, как бы, тебе никто не напишет, сейчас они уже все будут думать, что это, как бы, лоховство, и, как бы, ну, надо не так ставить вопрос, ну, надо было. Не, ну, ты, как бы, ты сказал это с таким, блядь, я, так, я уже это слово и ухаживать не произношу, как бы, ну, как бы, обосрал это все, а потом им предлагаешь, как бы, ответить, кто будет в комментариях сейчас брать на себя ответственность. Я не совсем обстирал, потому что я, наверное, точно такие же слова. Подача-то у тебя такая, по крайней мере, блядь. Не, я хочу, чтобы вы искренне написали, потому что, может, я не прав, правильно же, может, я не прав, вы расскажите, как, блядь, все равно обстирается. Я хотел бы спросить, вот, ну, ты сидишь, такой немножко пока скованный, вообще, как у тебя настроить? Ну, честно, волнуюсь. А? Ну, волнуюсь. Волнуюсь? Хорошо, но, вот, в принципе, как особо-то настроить? То есть, у тебя вообще есть какая-то злость на себя, что у тебя, ну, нихера не получается в 27 лет, и ты готов уже, как бы, ну, что-то это поменять? Потому что, как я вижу, вот, есть смысл, да, как бы, ехать в тренинг, когда ты вот, ну, не то, чтобы там зло на себя, нужна какая-то вообще энергия, на которой ты это все будешь делать. Вот, ну, какая-то готовность принимать какие-то серьезные решения. Просто приехать, протусить, ну, как бы, не получится, надо, но все равно, как мне кажется, настраиваться на то, что я поехал все менять. Мне там страшно, вот, у меня сегодня там чувак тоже звонил из Казахстана, там, летит, говорит, я первый раз в Москве, меня так колбасит, я еду, меня там в самолете трясет, везде трясет, то есть, он... Тургулентность, может, там? Да, не отпускает. Вылетает. Ну, или в Казахстане, там, конечно, продается все. Я иногда выбирал со стюардессой, а с Чехии когда-нибудь все. Ну, то есть, он все равно, он приехал в Москву, он сейчас там звонил, там, спрашивал, как там, куда проехать, и ему там страшно, но он говорит, я вообще просто вот, ну, я и кайфую одновременно, и боюсь, меня всего колбасит, и, ну, как бы, вот, вот эта энергия, на которой он приехал, он, скорее всего, вот на ней будет делать и работать, ну, вот, какие-то получать результаты. А у тебя-то как? То есть, я понимаю, что ты сейчас, возможно, там, немножко стесняешься, на самом деле, но просто, я думаю, что если ты будешь в тренинге вот так вот, ну, как бы, немножко спать, то есть возможность, что, ну... Я сейчас сплю. А? Ты на релаксе, я бы сказал. Ну, надо вот просто смотреть. Мы в тренинге любим смотреть на людей, да, и думать, что бы я подумал о нем, если бы я была бы телкой, но я люблю так делать часто, да, то есть, то есть, нам надо понять, какие твои сильные стороны, какие слабые, да, где тебя включить, то есть, из твоего набора, мы не будем там, откуда-то там брать. И сейчас, глядя на тебя, вот реально... Давай я скажу. Ну, такой, короче, вот такой, как сказать, ну, спокойный, это никто не говорит. Ты знаешь, мы часто делаем так, чтобы у парней, телка очень чувствует потребность, да, мы делаем так, чтобы ее минимизировать, вот это вот, я хочу кого-нибудь выебать. У тебя, наоборот, кажется, что ты, типа, да, ну, мне вообще не нахуй. Но не про вот это только, Денчик, не в таком посыле, как ты сейчас говоришь, ты сейчас как нахуй эту Мариночку, да, а именно у него так, вот как, где, вот, ну, Юра не зря спросил про энергию, потому что я где-то тоже об этом хочу спать, то есть, там, где искра, ну, то есть, где эмоция какая-то, вот, есть что-то, Саня, в твоей жизни, что ты, как вот Юра на футболе, там, то есть, ну, какая-то штука, которая включит в тебе эмоционального такого типа, то есть, это же тоже нужно иногда. Какие моменты жизни ты бываешь прям заряженным эмоциональным? Ну, сейчас надо просто искренне подходить к искренним девкам, таким, знаешь, которые, там, сарасвати плейс, вот это на динамике, на тантре, короче, и это будет прокатывать, потому что он будет подходить, спокойно говорить, ты знаешь, что я классный, я взял его. И она скажет, ты знаешь, да, я понимаю, давай пойдем потрахать, спокойно, нормально. Ну, кстати, по собственному опыту, говорю, женщины а-ля сарасвати плейс очень хорошо воспринимают энергичных мужчин. Ну, разных, наверное. Путешествия по Индии, как бы, даровни прошли. А с другой стороны, Юра, просто любые женщины хорошо воспринимают энергичных мужчин, да, то есть, и это штука, которая, она более гарантированно сработает. Почему я сказал про сарасвати? Потому что, ну, есть типы, там приходит какой-то рокер, да, он выглядит как рокер, блядь, причем такой прям, ну, гривотряс, короче. Я в ней перец, что и выпуская его в центре Москвы, где там цунгум, все прочее, то есть, ну, у него очень узкий пул женщин, которые на него будут реагировать нормально. То есть, либо его надо как-то, скажем, ну, усреднить, не в смысле, что всех сделать под шаблон, а просто как-то социализировать, потому что, ну, не всем нравятся рокеры, блядь. А тип там, не знаю, обычный в свитере с каким-то непонятным посылом, то есть, какой-то средний социально выглядящий, у него больше вот этот выбор женщин, потому что они не знают, кто он, что он и так далее. Почему я сказал про сарасвати? Потому что я сейчас на тебя смотрю, и мне кажется, что ты вот такой вот их клиент, короче. Да я просто волнуюсь, поэтому... Саня сейчас в Сарасвати приехал, короче, это центр на Сарасвати, где народ приходит, и там проводит всякие медитации, вот эта вся движуха такие, там, тантра, шматра, йога, санскрит, там, вот эти все слова. Они такие, там, успокоенные люди. Я бы, кстати, вот про этот стереотип тоже заострил ваше внимание, потому что очень большой пул мужиков думают, что вот я сейчас просто нахожусь в социуме, в котором, ну, типа, девушки не мои. Сейчас я вот стану сарасвати, там, или пойду куда-то на йогу, или пойду на школу заниматься, и там-то у меня получится ни хера. Вот Юра правильно сказал, что тёлки, которые такие одухотворённые, им ничего не мешает выбирать вот мужиков, которые не такие, которые энергичные, которые выебут их, возьмут там за волосы и выебут, хотя они сами могут быть похожи, там, на сроты, в каких-то просветлённых дамках. Хотя там Дэн просто иногда лысый ходит в этом сарасвати, тёлки, так что-то... Я в Берлине был на таком фестивале, да. Лысых сарасвати? Ну, я не знаю, сарасвати, не сарасвати, но для меня это всё там в одном, и что-то там такое. Опять мне хочется проявить, но мы это вырежем, короче, да. Это, блядь, метро, прикинь, во всю стену фотографии двух сосущихся, Короче, у себя на свадьбе. Ты называй просто это корректно, и тогда... Нет, я не могу это корректно, вырежем, да. Просто прикол в том, что, прикинь, одно дело, когда они есть, но другое дело, когда это уже как пропаганда идёт, вот это вообще непонятно. Сейчас мы, чтобы не вырезать, мы просто запикали это всё, и я это как-то хитрою перевожу. Владимир сейчас рассказывал про двух личностей, которые в какой-то момент решили, что они не такие... Иные. Иные, да. И, собственно, демонстрировали это всё на фотокамеру, а потом распечатка этого снимка была в центральной станции Бердинского метро. Я надеюсь, мы этот... Уделить! этот ролик канала, чтобы у нас не забанили за разжигание. Но факт такой существовал, и мы все очень удивлены такому. Но такое в Европе существует немножко. Что самое обидное, когда подходишь ты или подходят твои друзья, и слышать от женщины, когда ты хочешь познакомиться, когда она нравится, и ты подходишь весь такой привет, а там прям... Ну, наверное, самое обидное, это если отшила, ну, именно так, в жёсткой форме... Как это было самое страшное, так сказать? Ну, допустим... Не допустим, а вот реально... Я говорю, ну, вот ситуация там в торговом центре, там буквально недавно, может быть, была, там, шёл по торговому центру, две девчонки шли навстречу, ну, реально классные, симпатичные девчонки, я к ним подошёл, там, привет, ну, а они дальше там ускоряют шаг, там, я ещё чуть догоняю, там, девчонки, привет, классно выглядите, и там такое лицо типа, ну, вот этот человек, что вам надо? И я вот ещё третий раз говорю, привет, девчонки, классно выглядите, постойте секунду, и они так прям начинают... Типа шоколада есть, кстати? Вот, и они прям начинают там кричать, они там, что-то, начали сразу в другой какой-то отдел заходить, молодой человек сейчас охрану вызовут, то есть, ну, вот это, наверное, да, такой негатив, там, ну, бывает ещё негатив, когда подходишь, там такой просто игнор, то есть там она... Меня это бесило. А ты сам-то как считаешь, что ты всё правильно делал или нет, или что у тебя было в голове, что в принципе-то ты ничего плохого не спросил или как? Ну, нет, я думаю, что может быть, там, как-то я вот, может, как со спины там заходил, или как-то сильно напористо там заходил. Ну, вот, то есть... Да, я для этого и спросил, что это очень важный момент, как раз мы это в тренинге отрабатываем. И тогда это не в девушках дело, да, потому что, может быть, ты что-то делаешь. Ну, да. Вот, ну, я думаю, что, конечно, и у меня там есть какие-то косяки, ну, и, может, девчонки какие-то там, какие-то у них свои там тараканы в голове. Конечно, тут и то, и другое, потому что сейчас многие парни, когда мы это скажем, начнут там опять плеваться, говорят, да, почему мы им что-то должны, почему надо подстраиваться, но нет, это реальность, надо делать всё технично, правильно со своей стороны, и тогда будет результат, потому что очень многие мужики вот любую свою неудачу, есть, которые в себе там загоняются слишком сильно, а есть, которые, да, это просто тёлки, там, шлюхи, да, они там не ценят меня, поэтому вот они такие, я бездатый, я просто слишком бездатый для них. Короче, моей жене недавно, ну, периодически женщинам пишут какие-то типы, которые находят их где-то в ВКонтакте, ВКонтакте, ВКонтакте написал какой-то чувак, ну, постыдно для него, что он был армянином при этом, и такую хуйню писал, короче. Тоже, кстати, средний парень. Я к Алианам отношусь, у меня есть друг армянин, он такой натурал, он всегда нравился тёлкам сам по себе, не знаю почему, и у меня сразу ссад, что у них не должно быть проблем, хотя всё не так. Короче, чувак пишет, что-то типа, там, привет, все дела. Вот я, кстати, на камеру ещё какой-то тип писал, короче, я друг в кладбук, он говорит, короче, подожди, я говорю, я такой, голубые адресы, да, если ещё раз, да. И что-то я вам сказал, там, это, типа, ну, там, что-то спросил, там, типа, а где это место, где вы загораете, то есть, там, ну, у него аватарка, она на аватарке, там, где-то, ну, на пляже возле Сатампальмы, допустим. Где это место? Я ей пишу, говорю, типа, тебе правда интересно? Я говорю, да, мне так интересно. Я, например, не выдерживаю, говоря, короче, я сейчас тебе скажу, где это место, я, типа, голубые адресы, он, прикинь, задавил, что нахуй заблокировал. Поставил на банкер, сука, сука, я там испугался, твои авиаторики, сука, я там испугался, твои авиаторики, там, говорю, я не говорю, ну, я же говорю, сразу, я понял, если ещё раз позвонишь, да, мы это не будем вырезать, сука. Нет, а, короче, один чувак писал, типа, там, хочу встретить, в общем, она игнорит, 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 и, короче, в конце концов чувак пишет, ну, я говорю, заблокировал, нахуй заблокировал, откуда-то с другого аккаунта, блядь. Короче, в итоге история такая, что он пишет, ну, вот эта любимая мужская хуйня из серии, там, ты много потерял, или что ж такое-то, он написал, блядь. Ну, блядь, ну, короче, я даже не могу вспомнить, то есть посыл такой, что ты даже не представляешь, какую ты сделала сейчас ошибку, сука, вот. И я в этот момент думаю, ему реально становится легче от этого ничто, потому что, нет, я таким же был когда-то, наверное. Ах, да. Когда тебе реально вот больно, ну, хотя там как, больно, это, когда ты вкладываешь какую-то кучу ресурсов, ухаживаешь, стараешься, там, бегаешь, и в итоге хуй. Здесь, как бы, ну, чё больно, это, ну, типа, привет, тебя игнорируют, привет, тебя игнорируют. И в чём фишка, что, как бы, люди это зачем говорят? Тут два момента, мне кажется. Либо он реально настолько уверен в себе. Нет, нет. Тут только один момент. Если это так, то, ну, я просто хочу сказать, потому что некоторые так думают, что они реально такие пиздатые. Иди тогда знакомиться вживую, да, да? Да нет, чувак, просто тут смотри. Либо это просто, ну, немножко завладать свою рану. Я считаю, это преступление против себя, потому что тут в наш век интернета и там всеобщей осведомлённости, чувак по-любому не мог не знать о существовании там пикапа, там, пусть даже в самом негативном смысле слова. Ну, или мог узнать, там, или написать, почему меня вреют девушки. А может, это просто метод такой? Разные жизни школы пикапа. Когда они вот такую херню несут, это реально, ну, я понимаю, это от обиды, это от боли и там от какой-то и так далее, но... Совершенно спокойно думают, что это-то сейчас и поможет, понимаешь? А может, реально... Он такой, так, сейчас я его напишу, и она такая, а, так ты извини, я просто попутала, что может реально так есть? Может, ты правда пиздоруешь? Помнишь, мы тогда снимали где-то года два, наверное, назад, типа, обзор на всякие сайты вот этих советчиков, как надо... Да, там было 10 минут. Там было прям, что надо написать, в какой момент и там было примерно... Ну, только я не помню, что было написано. Может, это просто реальный совет, которым люди пользуются, чуваки, напишите. Ну, это реально так стрёмно выглядит, то есть в этой ситуации я бы задумался, блядь, что не так, вместо того, чтобы писать эту хуйню, тебе реально самому легче не станет. Ну, это единственный способ защититься от того, что ты там как бы полностью провалился, это как будто бы тебе так кажется, что ты... У меня раньше так было, я переписывался, переписывался, что-то вижу, что там разговор не строится, и в конце нужно было мне всегда добавить там красивое там... Ладно, давай, до свидания, там, что-то прощай, там, чао-какао, там, ну, как бы я знаю, что я это все закидывал, так как отрубал, и вроде как бы самому становилось легче, да. Но потом по факту-то как бы, а где результат, то есть ты, может быть, сейчас там что-то сделал, но как бы себя-то все равно, ну, не нужно обманывать. Где? То есть ты там провел какую-то работу, да, в сторону этой тёлки, ну, и в конце-то что, где она? Она не выебана, она там никуда с тобой не пошла, не приглашена. Как бы ты там не закончил, результата нету. То есть ребята, потому что... Этим часто грешают парни не только в интернете, а в живых знакомствах то же самое, ее часто бывает, когда чуваки там напоследок, а вот многие вопросы такой задают, а вот она мне типа нахуй послала, что мне ей потом ответить, да блин, чё, зачем вы по этому... Ну, это вот та самая история, да, давняя пранка, последняя красивая из этой ситуации, мужики, не надо. То есть, ну, как бы сказал Краскин, вы не там ищете, короче, то есть вы пытаетесь решить проблему того, типа, как мне сделать, чтобы мне было не больно, когда меня шлют нахуй, вместо того, опять я матерюсь, короче, вместо того, чтобы решить проблему, как минимизировать вот эти посылы, да, как мне сделать так, чтобы или меня это перестало там как-то парить или что-то, то есть, а люди ищут не там, вот. Там не то, чтобы не там ищут иногда, и допустим, я же тоже где-то с пикапом вообще вот со всем движением там познакомился в 2010 году, или да, в 2009, а приехал только в 2015, потому что, ну, как-то я... Ну, 6 лет, да, то есть я сначала там много лет его отвергал, отрицал, потому что мне казалось это стрёмным, и я как бы не мог себя там в этом искать, потому что я априори себе определил, что как бы это, ну, это стрёмная тема, ходить к тёлкам, потому что я до конца верил в то, что я сам каким-то образом там смогу, потому что как... Только поэтому стрёмно, да? Что типа кто-то меня будет учить? Нет, почему? Есть такой же момент, что ли? Нет, нет, я тебе объясняю, что я как бы думал, что я сам все могу сделать, там плюс-минус там сколько нас там, 7 миллиардов живет, и все же, ну, там часть, многие там живут же семьями, ты посмотришь там вокруг на соседей, на друзей, в принципе, они же там как-то познакомились, и никто в пикапе-то как бы, ну, из твоих знакомых не участвовал, да, ты, а ты ты себя же еще считаешь лучше, чем твои все знакомые, ты думаешь, блядь, они-то в семьях живут, а ты-то как бы не в семье там или не в отношениях, и у тебя там с женщинами, ну, не все хорошо, блядь, как-то... Мне вот от этого было стрёмно идти в пикап, потому что, ну, как-то, блядь, я думал, что я еще сам смогу, сам смогу, сам смогу. Самое интересное, что я это уже рассказывал, что когда мне рассказали, что есть такая тема, я долго ржал, причем, причем была фишка, что у меня было основание ржать, потому что, во-первых, ну, как, вот этот всеобщий мужской страх, как-то так, меня кто-то будет учить, я же самый охуенный, а, во-вторых, основание, потому что мне показали, Мишка, короче, мы с ним куда-то пошли гулять, он говорит, вон, смотри, там фишка была какая, что сидят какие-то чуваки с телками, играют в какие-то нарды или показывают им какую-то, что-то рисуют, ну, короче, они перед ними как-то жонглировали с помощью подручных средств, то есть это не было, типа, привет, там, давай пообщаемся, там, а именно было какое-то развлечение этих телок, и я, как, Димихан говорит, вот, смотри, они что-то там делают, какое-то задание, это меня еще больше прям, ну, так, удивило, я тут, да, они дебилы какие-то, типа, какое задание, надо идти просто знакомиться, хотя я так и делал, только я это делал, там, пиздец, ну, очень жестко, короче, не умел, и поэтому я еще больше подумал, что пикап это какое-то говно, но это для дебилов, которых учат приходить там с шашками, с нардами, и вот так оп-оп-оп-оп, и женщина твоя, мне в этом плане повезло, потому что я, во-первых, очень в раннем возрасте познакомился с этим и был открыт максимально к этому, и плюс первое касание, да, с пикапом было там позитивное, то есть я увидел сразу чуваков, которые реально могут, а не какие-то долбоебов, которые там скачут и непонятно, что творят. Ну, там, видишь, да, как бы у каждого своя история по поводу того, там, есть, но я всегда говорю, что теоретически, конечно, там каждый может и сам справиться, ему не надо там никуда ездить, не проходить никакие тренинги, но опять же, если, как в моем случае, это, там, в 2010 году я понял, что, как бы, есть курсы, да, на которых можно обучиться, слышал, да, то есть, но через пять лет только к этому пришел, потому что сам все пытался сделать, но... У меня такая мысль тоже была, да, что, типа, ну, многие люди же, огромное количество людей без пикапа доходят до отношений, но тут опять же вопрос, до каких отношений доходят, а самое крутое, что я услышал на прошлом тренинге от нашего ученика, от одного, там, крупного бизнесмена, он сказал, что если это, в принципе, существует такая движуха пикап, значит, я по-любому должен там быть, ну, хотя бы попробовать понять лично, что это такое, не со стороны, там, по-видео, а лично понять... А, Юра, ты говоришь, я через пять лет пошел на, ну, что тебя приклинило, что ты решил? Нет, я все объясняю, Дэн там вставляет просто свои пять копеек, а я не могу мыслить, не могу мыслить, мыслить, закончить, да, как бы, вопрос в том, что результата-то, как бы, нету, я все время говорю, что вы сами можете пытаться сделать что-то, ну, там, познакомиться, там еще, там, не знаю, одеть там получше одежду, там, купить, там, машину, там, покруче, что-то еще сделать, там, если, в принципе, как бы, есть результат, так что, как бы, ну, тогда и никаких вопросов к вам нету. Но если, как у меня, там, ситуация, что я, там, в десятом году узнал, что такое пикап, ну, плюс-минус, там, начал его презирать, и, опять же, глядя на своих друзей, соседей, что, как-то, они каким-то образом, ну, делали это без пикапа, я тоже думал, что я, в принципе, сам смогу. Но, как бы, шли годы, но ничего не происходит, как бы, результатов нету, как бы, себе не врите. Ходишь в зеркало, там, и сам себе говоришь, сколько было женщин у тебя, вот, все твои, ну, вот, разговаривай сам с собой, давай сам себе ответы, сколько было женщин у тебя, доволен ли ты тем, что у тебя происходит. Так вот, если ты доволен, как бы, это одно, ну, можешь тогда дальше продолжать жить, как ты живешь. Если ты недоволен, тогда, как бы, есть смысл задуматься, может быть, еще, там, год посидеть, может, еще два, там, у меня пока не накипело, я потом уже начал понимать, что мне нужно все-таки туда идти, и потом я год еще, я, там, смотрел видео о Володе, и понял, что уже, ну, точно нужно идти, и тогда, как бы, я поехал, я, там, пять лет сидел, вымораживался, просто я понимал, что, блядь, если бы я это сделал в 2010 году, ну, как бы, все было бы намного, наверное, интереснее, и я уже, когда, в 33 года, я уже сразу, буквально, там, полгода я потусил, и потом пошел в семью. Если бы я это сделал бы, там, в 28 лет, как, допустим, сейчас Санек, который пришел в трейн, ну, я думаю, что у меня было, наверное, повеселее, а я ходил, и в ночных клубах просто стоял, вот, с такой мордой, там, в новой рубашке, каждый раз менял рубашки, чтобы меня, там, кто-то, там, заметили, благо мне одна телка сказала на Кипре, чувак говорит, что, блядь, ну, так, ты нахера, ты, ну, это, она вообще нереально мне глаза открыла, вот, в 2014 году мы ездили на Кипр, и я, там, нарядился, она питерская, вообще, не отмороженная телка, как бы, она говорит, мы все сюда приехали за одним, ну, как бы, понятно, зачем приехали, все ходят, тусят, бухают, расслабляются, ты пришел и встал, там, такой, нахуя, говорит, ты что, иди отдыхай, потому что мы все сюда, все понятно, зачем приехали вайнапу, ну, как бы, а ты стоишь, что-то тут, ну, как памятник, ну, короче, памятник, памятник, можно обоссать, как бы, ну, это я уже сам от себя добавил, что, ну, как бы, я так стоял на тусовках, приходил, только рубашки менял, там, что-то бицепсы подкачивал, а предплечья нет, там, как мне написали, блядь, вот, ну, как бы, и результаты-то, в конце концов, не было, я, благо, что я протрезвел в какой-то момент и понимаю, что я здесь заходил, там, тут заходил через покупки, там, каких-то, там, вещей, там, ну, автомобилей, там, все-все-все, я пробовал, все, я все попробовал, у меня не зашло, поэтому я уже, в конце концов, выбрал то, что нужно, да, как бы, если вы верите в то, что у вас, кроме пикапа, там, что-то еще сработает, или я, там, еще год посмотрю, там, видео, и как мне этот чувак один позвонил, 28 лет, я, говорит, я девственник, ну, там, я ему объяснил, что там нужно будет, там, некоторое задание делать, там, на тренинге, он говорит, о, я пас, блядь, у меня просто, я просто, слово, я 28 лет девственник, и он сразу говорит, я пас, какой ты пас, может быть, тебе наоборот, надо вот, выпрыгивать из окна и бежать, и орать на всю, блядь, страну, помогите мне, спасите, давайте мне любые задания, я тебе поэтому спрашиваю, на что ты готов, давайте мне любые задания, для того, чтобы, ну, либо, значит, если ты там сейчас тоже, вот, будешь говорить, что это еще какая-то хрень, значит, у тебя либо еще не наболело, посиди еще год-два, посмотри видосы, там, посмотри какие-то фильмы, посмотри на своих друзей, как они жарят баб, может, тогда что-то допрет, просто, опять же, я говорю, ну, как бы, если вы довольны своими результатами, оставайтесь там, сидите дома и делайте свои вещи, то есть, если вы недовольны, то есть смысл о чем-то задуматься, допустим, как говорю на этих, на консультациях, когда чуваки там смотрят, читают книги, там, смотрят видео, что-то еще, вот, я говорю, вот, там есть у меня, допустим, там, любимый, там, актер, там, Леонардо Ди Каприо, да, там, блядь, я 10 лет с ним, как бы, смотрю фильмы, я не могу сыграть так, как он, потому что, как минимум, человек должен, ну, как бы, закончить, либо какую-то актерскую школу, или понять, как там, как играть определенное настроение, то есть, нужно, нужно образование, нужно образование, чтобы ты понимал, как работать. Я тебя поэтому спросил, когда ты подходишь к телкам, у тебя есть какой-то план в голове, по которому ты сейчас будешь действовать? Ты говоришь, нет, поэтому, как бы, все сыплется, здесь в тренинге мы даем план, когда ты подходишь, тебя могут там слить нахер, а могут, как бы, дать добро, там, ну, дальше на развитие отношений, иногда у вас тоже, кстати, когда телка соглашается с тобой общаться, ты подходишь, говорит, привет, классно выглядишь, она останавливается и говорит, привет, спасибо, и стоит, и дальше тебя ждет, а вы, блядь, вы смотрите, короче, и боитесь, что ни хрена себе, все произошло, и дальше не знаете, что делать, кстати, такое тоже бывает на самом деле, что ты сам не ожидал, что тебя взяла, и красивая телка, которой ты боялся, подошел, сказал, ты классно выглядишь, и по привычке думал, что она тебе откажет, она взяла, остановилась и стоит на тебя смотрит, и ты не знаешь, что делать, потому что нет плана в голове, правила игры, как бы, ты не знаешь, и не знаешь, как действовать, поэтому иногда, когда тебя там отшивает, ты должен знать, как обрабатывать правильное возражение, да, там, и иногда, когда там тебе дают зеленый свет, надо тоже правильно туда заходить и правильно там действовать, вот в этой ситуации, потому что телки любят, когда все красиво, ну, когда красиво развивается история, допустим, красиво, это не про цветы и прочее, хреботики. Да, то есть ты подошел такой весь налегке, там, привет, ты классно выглядишь, она остановилась, все, и раз, и дальше разговор не пошел, и ты, ну, че там, блядь, ну, короче, вот, ну, это нужно тренировать, это нужно, ну, как сказать, учиться этому, этим нужно заниматься. Надо, короче, быть честным с самим собой, если у тебя есть потребность, надо не врать, не смотреть на других, как у них, получается, не получается, надо решить свои моменты, а для этого нужно прийти на тренинг и научиться этого. Ну, сначала нужно определить вообще, вот, я всегда говорю, что мужчину определяют результат, ты делай, че хочешь, там, двигайся любыми путями, любыми целями, там, открывайся двери, но ты в конце-то смотри, как бы, куда ты вообще приходишь, есть какой-то результат от тех действий, которые ты, вот, как я пять лет, там, пытался что-то делать, ну, как бы, с одной стороны, тоже неплохо деньги зарабатывались, и рубашки надо было на что-то покупать, чтобы стоять в проходе на, в ночном клубе, короче, там, светиться, 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 блядь, уже волосы выпали, ты все стоишь, блядь, там, светишься, вот, и надо понимать, что, как бы, менять рубашки, там, менять машины, как бы, если ты счастлив реально, ну, как бы, вот, если ты, в твою тачку садятся эти телки, если на твою рубаху, там, клюют эти телки, как бы, это хорошо, если, как бы, результата нет, ну, как бы, это, видимо, не очень хорошо. Ну, это нехорошо, потому что в какой-то момент ты можешь оказаться без тачки и без этой рубахи, я не знаю, и ты поплыл, блядь, ну, то есть, это, конечно, все эти, ну, как это умное слово, блядь, ну, это всего лишь пример, то, что вот эта вот, там, тачка, рубаха, какая разница, тачка, рубаха, коттедж, у тебя, там, многомиллионный счет, и все это херня, потому что, ты спроси себя, даже если это работает, потому что это часто еще и не работает, если у меня сейчас это заберут, дальше-то что будет, а, блядь, думать о том, что это не заберут, это будет вечером... Нет, смотри, тут хороший пример есть, Володя, просто даже ты, находясь в хорошем финансовом состоянии, там, приезжаешь куда-то, там, отдыхать в отель, в какой-то дорогой отель, у тебя никто ничего не забрал, у тебя бабки есть, но ты просто в шортах, там, да, где-то, там, в фланцах, в обычных выходишь. Ну, у тебя на руке-то, короче, этот, как-то, не знаю, Убло, или что там, Патек Филипп, или что там, Паттаевки, на пляже, вот, как Юра уже сказал, все отдыхаются и чилят, какой-то тип, не русский он точно был, блядь, в плавках, и Адамар Пегей, или у него... Да, это нельзя сдевать, короче. Не, я в Панерайе тоже загораю, но я загораю, потому что он, этот, водолазные часы, хотя я в них, сука, ни разу не плавал. А там будут чисто такие вот вечерние часы, можно сказать, он на пляже не гонял, ну, вообще не к месту было. И это не помогало им. Недавно в шоколаднице к этой теме сидел такой чувак, тоже какой-то с горы, у него просто вот такие, блядь, тут браслет толщиной, не знаю, со что из золота. Он все время как-то вот так изящно пил чай там, блядь, чтобы, сука, ну, я так подумал, понимаешь? А, блин, все. То есть он весь вот это, да, он настолько его вот демонстрировал, блин. Или какая-то... Ну, потому что у него есть некое представление о том, что, ну, вот... Да нет, это на самом деле, ну, как бы, человек там... Нет, так это почему? Так это его представление. Раз он это демонстрирует, значит, он где-то получил эту информацию. В свое время кто-то там ему сказал, что или он видел, как его крутые друзья, ну, там... Я тоже, смотря фильмы про пикаперов, там, потом пытался покупать одежду, вот, которую они носят, чтобы вжиться в роль вот так, вот в это. Я думал, что я куплю пиджак там как у этого чувака, и вот мне будет так же фартить, потому что он там ходит и в определенных шмотках все делает. Не, ну, если вот такой смысл вкладываешь, да, а некоторые просто думают, что если... Как шкляр себе купил этот Верту, и для него было просто, ну, прям, шоковым из всех моментов, когда он приехал в Самару с этим телефоном, а есть Верту узнаваемый, а есть такой новый такой, знаешь, какой-то он пиздатый весь, ну, такой экран экраном, там где-то сзади, типа, ну, так. Короче, такой современный Верту, короче, и когда он... У него была логика такая, я буду протягивать телочкам телефон, чтобы они записывали свой номер после общения, и это уже будет такой последний контрольный выставок в голову просто, ёпта, это же Верту, да? И ему просто тёлка заряжает в Самаре, в этом баре, короче, говорит, а это что это у тебя? Такая, знаешь, вообще, ну, такие непосредственные люди есть, которые, знаешь, без задней мысли сразу такие, ой, это что это у тебя такой-то это, сон, китайский телефон какой-то странный, блядь. Ну, она реально так говорила, не шутя, по ходу дела, он, бля, просто так, у него тут все так обрушилось просто. Ну, это один из поводов, но он у него сейчас по итогу валяется, он его просто берет куда-нибудь, когда в Китай ездит, чтобы лишнюю симку туда... Это была скрытая реклама айфона. Да, и вот, у него тоже был период, когда он думал, что вот это сейчас мне прям вот даст, вот, блядь. Зачем ему это верту, чтобы передо мной вы, ёлбац, нет, Володя смотрел, всё равно говорю, вот, Саня, блядь, я вообще не понимаю. Ну, часы это да, то есть у меня другие понты были на тот момент. А потом человек это перерастает, он это выбрасывает, то есть я к чему, что когда-нибудь вы перерастёте эти там рубашки, хуяшки, особенно понимая, что они не работают, то есть вы перерастёте в какое-то очень довольно быстрое время. Не то, чтобы совсем от них нужно отказывать. Да, это всё есть, это как у меня Антоха, вот, ну, кореш в Питере, он купил себе Каен. Я, ну, давно его не видел, я сажусь, он за мной заезжает, там, блядь, Каен за 7 мультов. Я захожу, сажусь, вот Каен, го, Антоха, пиздатый таз, короче. Он говорит, блин, я говорит, это только слышите, это посторонних людей, вспоминаю, что он реально такой, потому что, говорит, я уже вот месяц езжу, и я забыл, что он такой, я просто привык. То есть это как я на своей тачке первую неделю ездил, думал, вот это да. Сейчас я сажусь, у меня просто удочки, сука, там, блядь, садки, термос, какой-то чай, у меня просто лежит набор рыбака, короче, я его уже месяц не могу разгрести, потому что мне некогда. Опятая самая рыбацкая. Да, самая рыбацкая тачка, что полноприводная. Ну всё, Сань, спасибо тебе за интервью, отлично поговорили. Узнали очень много нового, я надеюсь, что вы тоже после этой истории сейчас ломанятесь просто все на тренинг. Ребята, ссылка под этим видео. Мы вас ждем с 7 по 10 ноября, уже, собственно, через достаточно большое время. Но это говорит только о том, что вам нужно заранее забронировать себе места, потому что они кончаются. И самое главное, что в этом наборе у нас будет производиться тренинг тренеров, я правильно понимаю? Да, мы об этом еще более информативно расскажем. У нас есть сейчас потребность, скажем, новой крови, нового резерва, новой гвардии, как угодно это можно назвать. Мы хотим начать отбор каких-то потенциальных тренеров. Я вам скажу честно, что после этого тренинга вот так сразу вы не становитесь тренером, но в нем мы будем смотреть на вас с точки зрения того, приглашать вас к себе. Первый шаг. Кстати, да, можно, кстати, можно после этого абсолютно бесплатно стать саппортом в тренинге, то есть это быть помощником, учиться на тренера. Кстати, вы очень часто, допустим, когда чуваки приезжают к нам в тренинге, потом уезжают обратно в свои города и там им нужна как бы помощь. Мы выезжать туда по каким-то причинам не можем, вы тоже возвращаться в Москву там не можете, но если вы вдруг захотите в своем городе быть, допустим, там представителем, да, как бы от нашего тренинга, то в принципе этот вариант тоже будет рассматриваться. Если ты там в Питере живешь там или в каком-то там городе, то есть смысл, допустим, если мы работаем в Москве, то мы можем к тебе лично отправлять туда людей, также наших, ну это, да, дальнейшая перспектива. Мы хотим открыть как бы институт наставничества, ну институт это как образное слово, то есть чтобы у нас в каждом крупном городе России, там средний крупный, я сейчас представляю, мы все таки сидим в коронах, у нас такие манки. Да, ребят, но при этом история следующая, что вы должны прийти на тренинг тренеров, это обычный тренинг для вас, вы там должны показать класс, какой-то уровень, если вы его показываете, говорите, что я заинтересован, вы становитесь саппортом, это у вас появляется возможность приезжать на следующий тренинг и помогать уже начинающим ребятам, плюс для вас это очень большой опыт, потому что видя то же самое, что с вами было месяц назад, эти косяки, вы еще раз их проживаете, проходите, вы еще раз это все от себя отсекаете, не нужно, вы сами там растете, вы помогаете расти другим. И в дальнейшем уже смотрим на перспективу того, как стать тренером. Это из серии для тех, чтобы вы сразу не звонили, которые иногда в такой момент звонят, говорят, вы знаете, я проходил тренинг, тут должен быть какой-то пик, ну какого-то проекта, можно я у вас тут поживу, сам у тренера не знаю. Ребят, все ссылки под этим видео, с седьмого по десятое ноября, в центре Москвы вы порядка 20-25 человек, таких же, как вы, разного возраста. Ну и собственно тренерский состав, это Денис, это Юра, это я, и еще у нас куча саппортов, помощников. Будем вместе с вами менять вашу жизнь, как-то внедрять в нее женщину наконец-то уже, пора, наверное, снимать свою рубашку на теле, все вырубаем. Так, мужики, всем привет, вот наш, собственно, Александр, с собственной персоной. Саша, у нас был первый опыт такой, когда мы снимали парня до, и теперь вот, собственно, я снимаю после, прошло 4 дня тренинга, давай рассказывай, какие у тебя вопросы были до тренинга, и как ты их решил, как именно ты их решил. Я понял. Давай. Ну, 4 день, я не знаю там, как видно меня, но я заебался в пиздец, силы вообще нету, но я доволен. Если сказать, что было до тренинга, я боялся подходить, знакомиться, страх, что обо мне подумают люди, страх знакомиться в торговом центре, и вообще никакого результата, и ни девушки, ни отношений, ничего. Что я могу сейчас сказать? Я абсолютно уже не боюсь знакомиться на улице, у меня нет страха знакомиться ни в метро, ни в торговом центре, я вообще не думаю, что обо мне подумают, и вообще, я просто, я переселил себя, что у нас было, куча заданий, которые идут на, в общем... Ты ожидал, что будут примерно такие задания, или там для тебя были какие-то шоковые задания, как ты с ними справлялся? Скажу хуже, я задал, какие задания будут примерно, но я их не делал, потому что я Вова покупал курс, какой-то там были задания эти расписаны, я на них посмотрел, думал, не, не, точно я это не сделаю. И вот это задание, джиберидж, я вообще в жизни, я не думаю, я его никогда не сделаю, но оно так зашло, так это просто, это лучшее задание. Как-то тебе помогла работа именно с тремя тренерами, то есть не только тут Вова есть, еще мы там... Да, да. Как, понятно, что помогла, как именно это происходило? Расскажи, хорошая помощь тренеров, ребята помогли, показали, как подходить, на своем примере и останавливать, и о чем говорить, и посмотрели со стороны, дали обратную связь, в общем, все отлично. По поводу номеров, за 4 дня... У тебя все там записано, подсчитано, что ли? Ну, у меня, я сейчас примерно так скажу, за 4 дня, у меня где-то там 13-14 номеров, из них 4, это просто высший пилотаж, вот. В смысле, какие-то очень классные вещи? Это очень хорошие девчонки, из них, ну, две было сегодня, а две, там, пару дней до этого, и они вызвалились. То есть... Ну, 14 номеров, да, классно. Да, за 4 дня у меня такой, 10 месяцев не было. Вот. Так, смотри, вот мужик сидит, думает, я его голос, что мне, лучше учиться просто по видео, или взять у Вова какой-то платный онлайн-тренинг, или все-таки прийти сюда, приехать в Москву? Как тебе Москва, кстати говоря? Да, хочу сказать по поводу Москвы, это, наверное, единственный город в России, где такой большой поток людей, поток, ну, большое количество женщин, что ни в одном городе нет. Я сравню по своему городу, Брянскому, он маленький, там, там даже просто столько, может, и номеров, там просто столько людей нету, там один торговый центр, там чуть-чуть, 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 здесь просто очень большая практика, очень большой поток, и есть здесь как учиться. То есть, если ты тренируешься, это не значит, что ты потом в Брянске, да, не будешь это делать, просто тренироваться именно лучше здесь? Конечно, мне уже не терпится скорее домой приехать, и просто в поля, в поля, в поля. Да. А по поводу, что делать, там, смотреть видео, не смотреть видео, я сам смотрел видео каждый день, мотивировал себя, я пойду, сейчас я сделаю, ну, а просто есть там внутренний я, который не дает, который вот что-то как-то, здесь ребята помогут, подскажут, расскажут, все покажут, и самое главное действовать. Действовать, 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 действовать. Вот и все. И первое действие, это будет вот как раз записаться на тренинг, приехать, и на тренинге тоже действовать. Все, что говорят ребята, все задания, просто ничего не слушать, ничего не думать, ничего не ждать, просто действовать. Продолжение следует...